Привет на роботоп! Первые три части медведя в деле вместе набрали 28 миллиона просмотров, так что я решил сделать четвертую часть, которая будет для вас не менее интересной. Начинаем! Эта медведица с малышами увидела, что дверь заперта, но у нее был план Б. Она сломала стекло в автомобиле, чтобы найти внутри какую-то пищу. Так что если вы живете рядом с дикими животными, держите еду подальше, а двери и окна машины всегда полностью закрывайте. Голодный белый медведь заметил группу белук. В голове у хищника созрел невероятный план, в реалистичность которого я вряд ли бы поверил, если бы не увидел сам. Медведь плывет к камню вдалеке от берега, вскарабкивается на него и терпеливо ждет. Когда одна из белук проплывала рядом, медведь бросается в воду и ловит свою добычу. План сработал, теперь остается только дотащить белугу к берегу. Проснувшись утром в своей палатке, мужчина услышал странный шум. Когда он открыл вход, прямо перед ним стоял огромный медведь. Дальше самое страшное, медведь начал тереться об палатку и рычать, а мужик громко кричит в надежде спугнуть медведя. Думаю, для путешественника это были самые страшные секунды в его жизни, но похоже, что крики сработали, и когда он вылез из палатки, медведя уже не было. Дальше невероятные кадры. На этой ночной записи медведь и волк совершили совместное нападение на лосиху и ее малыша. Как только медведь напал на лосиху, волк сразу гонится за ее детенышем. В зоопарке самец белого медведя решил приблизиться к медведице с ее двумя пятимесячными детенышами. Малыши спрятались за мамой, но как только самец подходил ближе, они по очереди выпрыгивали и кусали его за нос. Очень злобная медвежата, им удалось защитить свою маму. Это просто шокирующий момент. Семилетний мальчик на самокате лицом к лицу столкнулся с большим черным медведем. Хищник побежал в сторону ребенка, но тот не проявил страх, он просто стоял и даже не шевельнулся. Настоящий храбрец. Хорошо, что появился сосед, который с высоко поднятыми руками быстро прогнал медведя. Лой с детенышем попали на лесную видеоловушку, но они явно от чего-то убегали. Почти сразу по их следу пробежал большой медведь, который не забыл остановиться и обнюхать камеру. Думаю, вскоре он точно догонит свою добычу. Этот гризли в режиме активного поиска еды, ведь после шестимесячной спячки он экстремально голодный. Ну а в этом стадии овцебыков как раз пополнение. У них много детенышей, которые являются для гризли потенциальной добычей. Медведь начинает свою атаку, а овцебыки в панике разбегаются в разных направлениях. Гризли легко поймал первого, но этого ему мало. Он оставляет добычу и бежит за вторым. Глупые беззащитные малыши даже не убегают. У медведя сегодня настоящий пир. Камеры наблюдения в одном из отелей Аспина запечатлели, как медведь каким-то образом пробрался на кухню. Но храбрый охранник тут как тут. Я уверен, что он не ожидал увидеть там такое огромное дикое животное. Медведь напал и легко толкнул охранника по спине, повалив на землю. Мужчина сразу убежал и позвонил в 911. Ему повезло отделаться легким испугом. Камера дверного звонка засняла страшную сцену. Медведь гонится за домашней собакой, а хозяйка бегает и кричит в полной панике. Когда выбежал отец, он точно знал, что делать. Подняв руки, он с криками бросился на медведя, который, испугавшись, сразу убежал. Во время спуска по скалистому гребню горы Футаго в Японии, на альпиниста напал медведь. Выглядит это очень пугающе. У мужчины не было вариантов, он мог только кричать и запугивать хищника, и пытался ударить его руками и ногами. Перепуганный медведь в панике тоже не знал, куда убегать с этой скалы, и продолжал попытки напасть. Вскоре медведь все-таки ушел, а альпинисту повезло, что все обошлось без травм, и он быстро начал уходить с этого жуткого места. Вот похожая попытка нападения от небольшого черного медведя. Рыбак тоже начал громко кричать, и медведь не рискнул нападать снова. Путешествуя по реке на моторной лодке, люди засняли погоню медведя за взрослым лосем. Гризли быстро догнал лося и вцепился ему в шею. На этот раз у хищника все получилось, добыча была быстро повержена прямо в воде. Эта медведица с малышами слишком близко приблизилась к деревне и подверглась нападению большой стаи домашних собак. Пришлось убегать, защищая себя и малышей от атак злых собак. Но в какой-то момент собаки дружно развернулись и убежали, а медведи смогут спокойно уйти. В последнее время медведи все чаще встречаются в жилых кварталах штата Коннектикот. Тут вы видите осла, который от чего-то убегает и прячется в своем стойле. Через несколько секунд туда заходит медведь. Осел понял, что нужно уносить ноги, медведь за ним. Как потом сообщил хозяин, медведю все-таки удалось догнать его осла, и он нашел его недалеко от дома. А этот белый медведь решил поохотиться на тюленей. Это очень сложное занятие, ведь как только медведь приближался, тюлени всегда успевали нырнуть в воду. Но Мишке улыбнулась удача. Один тюлень уснул и не успел вовремя среагировать на приближение хищника. На видео из Мексики запечатлен момент, когда черный медведь подходит к группе туристов и начинает обнюхивать волосы женщины. В какой-то момент женщина даже достала свой мобильный телефон, чтобы сделать селфи с животным, а медведь встал рядом с ней на задние лапы, явно готовый к селфи. А это просто битва двух гризли, которые что-то не поделили, но она быстро закончилась. Дальше сумасшедший медвежонок, который напал на группу мужчин на горея Уилсона. Никто не пострадал, но медведь был очень любопытным и, несмотря на крики, все равно пытался залезть в рюкзак. А эта овчарка пытается защитить от медведя палатку своих хозяев, которые уже успели сбежать и снимают происходящее с горы. Но Мишка не обращал на лай собаки никакого внимания. Вот похожий момент. Медведь пытается забраться в палатку, где мужчина хранил свою еду. Но по какой-то причине его заинтересовали ноги туриста, ему даже удалось откусить кусочек от ботинка мужчины. Семья из Калифорнии испытала сильнейший шок. По камере они увидели медведя, который разбил стекло и нагло залез на кухню в поисках еды. Когда появилась хозяйка с перцовым баллончиком, медведь убегал в полной панике. А вот как медведица-гризли защищает своего малыша от старого самца. Похоже, медвежонок тоже не намерен прятаться за мамой, показывая свой бойцовский характер. Самец быстро понял, что ему тут не рады. Как вы видите, рыться в мусорке могут не только бомжи и еноты. Когда голодного медведя заметили на крыше мусоровоза, водители и сотрудник убежали, а медведь прыгает на дерево и тоже благополучно уходит. В зоопарке Китая живет очень необычный медведь, он ведет себя как настоящий человек. Чтобы выпросить еду, он стоит очень ровно на задних лапах и машет лапой всем посетителям. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео.